Ваша истинная природа – это мокша, освобождение. Вы всегда были тем и ничем иным. Но некоторые из вас не верят в это, не чувствуют этого, у них не было переживания этого. По этой причине моя обязанность состоит в том, чтобы помочь вам пробудиться. Вот почему я здесь. Я несу за вас ответственность. Если вы осознаете это, если вы понимаете то, что я говорю, то вы отпустите все остальное. Все ваши привязанности, все ваши страхи, все ваши разочарования. Вы откажетесь от всего того, за что держались многие годы. И когда вы откажетесь от этих вещей, божественная милость потечет сама собой. И вы будете там, где и сейчас. Вы будете пробуждены. Вы уже пробуждены, но не знаете об этом. Одна из вещей, над которыми вы должны работать – это страсть. Вы должны отказаться от всех страстей этого мира и от влечений к мерзким вещам. Вы должны развивать бесстрастие. Для некоторых из вас сейчас это звучит ужасно – не иметь пристрастий к вещам этого мира, не быть страстно влюбленными. Я имею в виду, что нужно быть бесстрастными к миру Майи, но иметь всепоглощающую страсть к истинному Я. Вот вам пример. Если вы состоите в интимных отношениях с вашим молодым человеком или с вашей девушкой, с мужем или женой, с верблюдом или с яком, что там привлекает вас больше всего, то вы перестаете думать, что вы состоите в отношениях с этим существом, чем бы оно ни было. Теперь вы начинаете понимать, что вы любите истинное Я. Верблюд становится вашим истинным Я. Ваш партнер, ваш любовник становится вашим истинным Я. Вы влюблены именно в истинное Я. Не в Я по имени Роберт, Мэри, Джейн или Джо, но в истинное Я, как сознание. Вас охватывает всепоглощающая страсть к истинному Я. Поскольку вы любите деревья, небо, мир, вы больше не думаете, что это мир Майи, мир иллюзий. Вы думаете, что это расширение вашего истинного Я, абсолютной реальности, чистого осознавания, без предпочтений и без усилий. Это ваше истинное Я, и вы занимаетесь с ним любовью. Если вы думаете, что это другой человек, то это все портит. Если вы думаете, что это человек, место или вещь, то это все портит. Это всегда истинное Я. Существует только истинное Я, и ничего более. Когда вы начинаете понимать это, тогда вы начинаете двигаться в правильном направлении. В противном случае, если вы смотрите на людей, как на людей, если вы обращаете внимание на место или вещь, то вы делаете ужасную ошибку. Это приносит печаль. Это приносит несчастье. Это приносит ревность, страх и разочарование. Если же вы знаете, что вы пребываете с истинным Я, то это свобода, без ограничений, без законов, без правил, без предписания. Вы всегда вместе с истинным Я. Вы всегда были истинным Я. Таким образом, есть два способа увидеть этот мир. Один из них – это майя, великая иллюзия. Вам не нужно иметь с этим ничего общего. Это то, что создает проблемы. Кажется, что это создает враждебность и печаль. Но есть еще реальный мир. Мир истинного Я. Мир блаженства. Мир абсолютной радости, чистого покоя и счастья. Это то, чем вы на самом деле являетесь. Это ваша истинная природа. Ваша сварупа. Вы всегда были этим. И вы всегда будете этим. Забудьте о прошлом. Не беспокойтесь о будущем. Всецело верьте. Будьте всегда наполнены радостью. Только тогда, когда вы можете понять, что вы есть всепроникающие сознания, только тогда вы сможете понять, что вся Вселенная – это эманация вашего ума. Все, что вы видите, исходит из вас. Вы – Творец. Вы – это Бог. Вы – это Аватар. Вы – это Атман. Все боги, о которых вы слышали – Бода, Кришна, Ягова, Аллах – Все они – это вы. Вы – есть то. Вы – это не что иное, как то. Ты всегда был тем. Татва Маси. И это вы. Почему же вы смотрите на себя, как на простое смертное существо с проблемами, которое всегда думает о будущем, которое всегда думает о своей гордости и своем эго? Бросьте это. Откажитесь от этого. Таким образом, нужно понять две вещи. Самореализация – это не ваша, а моя ответственность. Потому что вы искали меня. Я здесь ради вас, а не ради себя. Но вы должны отказаться от отдыха. Вы должны усердно работать над собой, чтобы избавиться от всех тех ложных понятий, которые были у вас в течение многих лет, в течение многих столетий, в течение многих жизней. Это означает, что вы должны быть абсолютно честными самими собой. Полностью честными. Вы должны быть полностью честными самими собой для того, чтобы увидеть, чем вы занимались. Чтобы увидеть, как ваши мысли управляли вами. Ваш ум говорит вам – это так, а это эдак. Это хорошо, а это плохо. Это правильно, а это неправильно. Постоянно вынося таким образом суждения. Все это должно быть целиком и полностью отброшено. Не беспокойтесь об этом мире, ибо смертный человек вообще никак не может понять этот мир. Этот мир кажется очень запутанным, очень хаотичным. Кажется, что в нем есть так много замечательных вещей, но также кажется, что в нем так много разрушений, так много бесчеловечности человека по отношению к человеку. В нем происходит так много омерзительных вещей. И все это перемешано с красотой и радостью этого мира. Для простого смертного все это слишком запутанно. А потом вы видите, что вы становитесь все старше и старше. Все ваши материальные планы отошли на второй план. И даже если вы совершили великие вещи, вы все равно должны расстаться с ними, когда приходит ваше время уходить. Вы начинаете думать, что такое жизнь. Кто я? Что я есть на самом деле? Что является источником всего? Ведь никто и никогда не объяснял вам эти вещи. Поэтому вы верите в то, что жизнь – это шанс, это случайность, вследствие которой вы родились. Затем вы были в расцвете сил, а потом вы состарились и вы умрете. Вы понятия не имеете, что происходит. Поэтому я говорю вам, чтобы вы оставили мир в покое. Не верьте в то, что вы должны принести покой в этот мир. Существует великая сила, которая знает путь, которая заботится об этом мире, об этой Вселенной, и она не нуждается в вашей помощи. Единственный способ, которым вы можете помочь этому миру, это пробудившись, стать самореализованными. Как помочь этому миру, став самореализованными? Когда вы становитесь самореализованными, вы уже больше не тело. Вы – это всепроникающее сознание, абсолютная реальность. Вы – это безграничное пространство. Вы становитесь деревьями, горами, реками, животными, насекомыми, птицами. Вы становитесь всем. Вы есть истинное Я. Вечное, неизменное, истинное Я. Но если вы не можете видеть этого, то вы действуете как независимое лицо, думая улучшить мир, в котором мы живем. Вы боретесь за свои права, вы пытаетесь заставить людей изменить свое мнение, протестуя то против того, то против всего. Я признаю, что в этом мире все эти вещи необходимы. Но это и есть Майя. Майя – это замечательная иллюзия. Она заставляет вас верить в то, что вы должны что-то делать, чтобы изменить этот мир. Но я могу заверить вас, ничто никогда не изменится. Будет только казаться, вот оно какое-то время, что-то изменилось. Иногда будет казаться, будто что-то немного улучшилось, а иногда будет казаться, будто что-то немного ухудшилось. Будут катаклизмы и разрушения. Всевозможные вещи будут случаться с этим миром. Такова природа этого мира. Все это не имеет абсолютно ничего общего с вами. Тем не менее, в то же время вы – это мир. Я всегда противоречу себе. Таково учение. Оно полностью противоречиво. Но окончательная реальность заключается в том, чтобы отпустить все. Знайте свое истинное «Я» как вездесущность, и вы будете абсолютным счастьем и полной свободой. По мере того, как вы пытаетесь понять эти вещи, по мере того, как вы начинаете размышлять о том, о чем я говорю, вы начинаете искать способ для того, чтобы удалить все из ума, чтобы очистить ум. Вы вопрошаете, кому приходят все эти мысли, кому приходят чувства человечности. Кому приходит эта Вселенная? Кому приходит эго? И вы улыбаетесь себе, и вы пребываете в покое. Скоро вы поймете, что все приходит к вам. Это приходит к вам. Я думаю об этом. Я верю в то, и я верю в это. Я чувствую боль. Я чувствую то, и я чувствую все. Новое откровение приходит к вам. Я. Вы начинаете видеть, что виновником всего этого является я-мысль. Вы встаете по утрам с постели, и начинаете ваш день с я. И это не заканчивается до тех пор, пока вы заснете. Поэтому в покое вы пребываете только тогда, когда находитесь в глубоком сне. Когда вы находитесь в глубоком сне, тогда я возвращается в сердце, к источнику. Там ничего не происходит, ничего не случается. В это время вы бессознательно самореализованы. Вот почему, когда вы встаете утром, вы говорите себе, «Я хорошо поспал». Вы говорите о «я». Это «я хорошо спала». На самом деле вы хотите сказать, что я не вмешивалась в вашу жизнь. Но как только вы начинаете думать, то говорите, «Я опаздываю на работу. Я должен поймать автобус. У меня болит голова. Я должен съесть завтрак». И вы продолжаете и продолжаете иметь дело с этим «я». И это никогда не останавливается. Весь день только и слышно, «Я, я, я». Подумайте об этом. Разве я не говорил вам об этой истине? Вы всегда думаете, «Я это, я то». И так до тех пор, пока снова не наступает ночь, и вы не ложитесь спать. И снова «я» возвращается к источнику, в сердце. И вы снова пребываете в покое. Но вы просыпаетесь, и все начинается сначала. Вы делали так в течение миллионов лет. И, наконец, вы достигли уровня, на котором вы спрашиваете себя, «Кто я?» Что есть это «я?» Как оно возникло? Откуда оно взялось? Когда вы начинаете спрашивать об источнике «я», то это уже начало мудрости. В конце концов, вы начинаете прослеживать «я» до источника. Когда вы, наконец, сделаете это, когда «я» находится в источнике, это подобно тому, что вы просто находитесь в глубоком сне, за исключением того, за исключением того, что вы находитесь в сознании. На мгновение задумайтесь об этом. В глубоком сне у вас нет «я», потому что оно вернулось в источник. Вы полностью счастливы, но вы не осознаете этого. Когда вы достигаете того, что мы называем самореализацией, это означает, что «я» вернулась к источнику в то время, когда вы бодрствуете. Не осталось никого, чтобы думать. Не осталось никого, чтобы волноваться, беспокоиться ли быть несчастным. Вы слились с бесконечным, со всепроникающим брахманом. Если вы понимаете это, если вы практикуете это, то вы станете самым счастливым человеком в мире. Ибо на пути к нахождению источника «я» вы с каждым днем начинаете чувствовать себя все счастливее и счастливее. Старые мысли плавятся, старые мысли растворяются. Вы становитесь свободны. Конечно, у вас есть выбор. И это ваш выбор. Кому следую я в этот день? Богу или Мамоне? Если говорить просто, то следовать Мамоне означает следовать за миром, миром иллюзий, который продолжает обманывать вас, заставляя вас поверить, что вы должны сделать то, что вы должны сделать это, что вы должны пойти туда или должны пойти сюда. Когда же вы следуете Богу, тогда вы следуете себе. Вы следуете Дхарме и Сварупе. Вы больше не чувствуете жалости к себе. Вы больше не чувствуете себя виноватым во всех вольных и невольных грехах. Ваш ум становится ясным и спокойным. Ваш ум становится подобен зеркалу. А поскольку зеркало не может видеть себя, оно видит свое отражение в мире, как покой, любовь, гармонию и радость. И если вы продолжаете так работать над собой, то наступит день, когда все это уйдет, и вы уйдете. Вы станете ничем, годными для ничто. Вы идете за пределы ничто, которое невыразимо, которое не может быть объяснено, ибо нет таких слов и мыслей, чтобы понять это. Тем не менее, вы имеете все это внутри себя. Все, что вам нужно, находится внутри вас. Вы есть одно. Все инструменты, которые вам нужны, находятся в вас. Но вы должны начать что-то делать. Сделайте что-нибудь. Как я уже сказал, предоставьте вашу реализацию мне. Работайте над собой. Избавьтесь от всех вещей, которые держали вас связанными в течение многих лет. Вы знаете, что это такое. Страхи, предвзятые идеи, все эти вещи, которые держали вас в рабстве все эти годы. Отпустите их. Сдайте их. Сдать все означает, что вам действительно есть чем заняться. Тем не менее, я все время говорю, что все предрешено. Все подчиняется закону кармы. Это справедливо для среднего человека, который ничего не делает для того, чтобы добиться реализации. Однако кажется, что вся ваша жизнь подчиняется закону кармы. Тем не менее, вы начинаете работать над собой. Вы начинаете видеть истину. Вы начинаете целый день вопрошать, кто я. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, вы идете все глубже и глубже внутрь. В этом случае вся карма будет превзойдена. Все будет превзойдено. Вы станете полностью свободным существом. Возникает вопрос. Если все в этом мире станут свободны, то как будет функционировать этот мир? Люди всегда спрашивают меня об этом. Я уже говорил вам, не беспокойтесь об этом мире. Существует одно, которое заботится о мире. При слиянии с одним вы поймете это. Таким образом, вы больше не должны носиться повсюду, пытаясь улучшить условия мира. Все так, как должно быть. Это то, что вы должны хорошо понимать. Все на своем месте. Говоря с точки зрения закона кармы, каждый находится на том месте, где ему положено находиться. Нет никаких ошибок. Ничто не было сделано, ничто не делается, и ничто никогда не будет сделано. Нет ни прошлого, ни будущего. Есть только тот момент, в котором вы живете. В этот момент спросите себя, кто я, и вы увидите, куда вы идете. Напоминайте себе каждый день, что вы не деятель, что вы не тело и не ум. Продолжайте напоминать себе ежедневно, что вы это пара-брахман, за пределами брахмана. Вы – чистое осознавание, без предпочтений, без усилий. Вы – нирвана, высшая реальность, окончательное единство. Встаньте во весь рост. Больше ничего не бойтесь. Нет ничего, что может повредить вам. на самом деле в этом мире нет ничего, что может что-то сделать вам. Вы свободны. Вы – это субстрат всего сущего. Все это образы, наложенные на сознание. Вся вселенная, все планеты, все галактики – это все изображения, наложенные на сознание. А вы есть сознание. Познайте себя и будьте свободны. субстрат